здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале поющий рыбак и сегодня в этот замечательный весенний день я просто не смог усидеть дома и отправился на речку для того чтобы рассказать вам о своем любимом способе ловли на мушку о нахвости и сегодня мы с вами поговорим о разных техниках ловли нахвостом о сухой мушке о мокрой мушке о стримере и о нимфе начинаем и и и и и и и и так какие существуют основные техники ловли нахвостом на реке прежде всего это конечно королевская сухая мушка это имитация летающего насекомого то есть насекомые уже во взрослой стадии затем это ловля на нимфу это насекомое что вам было проще понимать в подростковой стадии то есть насекомые которые живут по поверхности воды вот ловля на мокрую мушку на мокрую мушку это как раз переходная стадия подростковой к взрослой вот это поднимающиеся поверхности насекомых для того И, наконец, ловля на стримбер. Это ловля не на имитацию насекомого, а на имитацию рыбки. И сейчас я вам эти четыре способа ловли нахлостом покажу в действии. Пошли. Вот здесь очень привлекательное место для ловли на нимфу. Почему? Потому что рыба здесь стоит, скорее всего, под плотиной, под этими бурунами. На сухую мушку там особо не положишь, потому что ее не видно будет. Да и рыба сама ее не увидит. Можно, конечно, использовать и стримбер, но лучше всего ловить на нимфу против течения. Сейчас я вам покажу, как это делается. Способ ловли, который я сейчас использую, можно назвать длинной нимфой. Потому что я ловлю фактически против течения. Он очень подходит для осторожной рыбы. И вот здесь вот идеальное место под плотиной, чтобы именно ловить на длинную нимфу. Очень важно следить за тем, чтобы мушка не была слишком тяжелой. Иначе она будет просто цепляться за камни на дне. Или же наоборот слишком легкая, потому что она тогда не достигнет самого дна, места, где стоят рыбы. Еще один момент. Это, конечно, важно, чтобы шнур не образовал петлю. Покажу, что я имею в виду. Я забрасываю. И шнур просто не выбираю вовремя. Вот у меня образуется здесь петля под кончиком удилища. Во-первых, я не отреагирую на поклевку. И во-вторых, просто шнур начинает тянуть саму мушку. И она ведет себя естественным образом. Способ ловли, который я вам покажу сейчас, это так называемая короткая нимфа. То есть фактически ловля под вершинкой удилища. Очень хорошо пользоваться как раз тяжелыми мушками, в отличие от длинной нимфы. Которой можно просто проверять каждую щелку на дне. На многих соревнованиях этот способ ловли не разрешен. Я не удивляюсь, потому что он очень успешный. Еще называют его чешская нимфа. Вот, или польская нимфа. Честно говоря, я тоже не особый любитель вот так вот ловить. Мне больше нравится мокрая мушка или стример. Но тем не менее, особенно в холодное время года, когда рыба стоит у дна, да и летом в принципе тоже, этот способ ловли может принести прекрасные результаты. Способ ловли на чешскую или короткую нимфу, это так называемый dead drift, то есть мертвый сплав. То есть сама по себе мушка не двигается. Вот, и важно это понимать при проводке. Она всего лишь несется течением. Вот, и рыба ее подбирает. То есть это насекомая, какая-то личинка, которая просто по неосторожности выплыла из-под камня, и ее унесло течение. Вот. А сейчас я вам покажу мою любимую мокрую мушку. Ловли на мокрую мушку имитирует поднимающиеся для линьки к поверхности насекомое. И как правило, она тоже проводится в диапазоне около 45 градусов вниз по течению. Мне вот лично очень нравится ловли на мокрую мушку, потому что поклевки, как правило, резкие. И порой даже чуть ли не вырывает из рук удочку. Вот. Но сейчас, конечно, еще весна, немножко рановато. Насекомых практически нет в воздухе. Вот, может быть, две подемки или три видел, и все. Но, тем не менее, моя задача является показать вам, как ловить разными способами в нахлости. А если вы хотите узнать более подробно о насекомых, которые встречаются в реке, то переходите вот по этой ссылочке вверху. Вот здесь вот фактически идеальное место для того, чтобы ловить на сухую мушку. Спокойная, ровная поверхность. И здесь рыба собирается для того, чтобы как раз найти свое насекомое, насекомое, исходить его. Забросы можно делать как против течения, так и по течению. Я предпочитаю, естественно, ловить против течения, потому что рыба меня не видит. Обязательно, необходимо, постоянно контролировать шнур, но одновременно и не тащить мушку, то есть, чтобы она не бороздила водную поверхность. Конечно, мушка может самостоятельно тоже плыть, но это, скорее всего, характерно для ручейника, взрослого ручейника. А вот такие мушки, как паденка, например, или веснянка, фактически беспомощны на поверхности. При ловле на сухую мушку делается большое количество забросов, причем забросов холостых, для того, чтобы мушка высохла. Особенно после поимки рыбы необходимо мушку просушить короткими, такими вот забросами. И именно при ловле на сухую мушку важна мягкая и точная подача приманки. Вот здесь, кстати, тоже очень интересное место для ловли на сухую мушку, как раз перед ускорением течения, перед перекатами. Даже можно не делать дальних забросов. Особенно при ловле хариуса это актуально, потому что хариус клюет часто, но попадается редко. Кстати, я могу себе представить, насколько были перевозбуждены вот эти все английские лорды, которые изобрели сухую мушку и вообще нахлость. Когда видели, как форели хариус поднимаются к поверхности и собирают упавших формы насекомых. Вот, я бы, конечно, тоже, наверное, на их месте нахлость изобрел. И последняя техника, о которой я хочу вам сегодня рассказать, это ловля на стример. Стример это имитация рыбки, его даже видно, насколько отличается по размеру от, скажем, сухой мушки стандартной или нимфы. Вот, мне очень ловля на стример нравится, потому что запросы идут настоящие нахлостовые, длинные, порой на 20-25 метров. Вот, и поклевка тоже очень хорошо чувствуется в руке. Сейчас я вам ловлю на стример, немножко покажу. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, если вам это видео понравилось, то ставьте жирный лайк, подписывайтесь на канал. Пишите свои вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Как раз солнышко выглянуло, поэтому заканчиваю записывать фильм и пойду немножко половлю. С вами был Пающий Рыбак. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова